Спорт сейчас поможет тебе. May the Lord help you right now. Puts Dukh Святой сейчас сойдет на тебя. May the Spirit of God come upon you right now. And you will open your heart to God. And He will fill you with His life. Hallelujah. Мы должны выполнить некоторые условия. Одна из других основных причин это то, что я называю безразличием безразличием своего Бога. Когда вы становитесь безразличием к Слову Бога, ваши молитвы также становятся безразличными для небес. Ничего небеса не сделают и ни на что не ответят, если это вне Слова Бога. И когда вы не обращаете внимания на Слово, Слово и небеса не будут обращать внимания на ваш голос. Вы должны это записать. Когда вы не обращаете внимания на Слово Бога, небеса не обращают внимания на ваш голос. Это вызывает обращение. Библия говорит, если я не принимаю внимания Слово Бога, если я не отношусь к Ему с Ним уважением, моя молитва становится мерзостью для небес и для Бога. К Библии и к Слову Богу. Кто-то как-то сказал, что когда христианин показывает безразличие к Слову Богу, потому что тогда есть проблема, потому что Библия будет держать тебя от греха, а грех держит тебя от Слова Бога. Слово Бога. Вам нужно Слово Бога, чтобы вы могли молиться, когда мы не обращаем внимания. Слава Господу. Добро пожаловать на новый эпизод мастер-класса для верующих. Мое имя PDSO. И вы можете присоединиться ко мне на любой социальной платформе. С чем же мы имеем дело сегодня? Как люди, верующие, делают ошибки в молитвах? Как они это делают? Мысл Бога в том, чтобы получить 100% ответов на ваши вопросы. Мысл Господа в том, чтобы получить ответы на все наши вопросы. Как же люди делают ошибки? В молитве это означает, что вы можете делать усилия, делать лучше, что вы можете. И нет никакого результата совсем. Почему? Как это случается? Мы пытаемся это все обсудить и распаковать. Номер один, причина. Непрощенные грехи, это первое. Мы не читаем Слово Бога, мы читаем Библию. Теперь продолжим. Иоанн 16, 24. Господь дал нам формулу. До сих пор мы ничего не просили во имя Мое. Проси и получишь, чтобы твоя радость была полной. Что у вас Господь говорит, это, что главное желание Мое в том, чтобы ты спросил, спросил, и ты должен получить, и твоя радость быть полной. Спрашивай первое. И ты получишь. Он не говорит, что ты можешь получить. Или, может быть, ты получишь. Спроси, и ты получишь. То есть, каждый вопрос получит ответ. Каждый вопрос должен получить ответ. Каждый вопрос должен получить ответ. И ты получишь полную радость. Я молюсь. Формула, с которой мы имеем дело. Проси, спрашивай, плюс, получай, равно полная радость. Ты не можешь получить без запроса. Если ты спрашиваешь неправильно, ты не получишь ответа, у тебя не будет радости. Если ты спрашиваешь, но нет ответов, ты тоже не будешь рад. Почему мы так далеко заходим в этих своих ошибках? Я могу получить половинный ответ, а не полный ответ. И эта ошибка в молитве. В чем же эта проблема? Следующая проблема, это непрощение. Непрощение. Дух непрощения. Непрощение. Матфея 16, 24. Прошу прощения, Матфея 6, 12. Прости нам наши грехи, как мы прощаем нашим должникам. Не введи в нас воскрешение, но избавь нас от лукавого. И мы получим, и во Твое царство есть, и слава, и уменьши. Если мы прощаем нашим должникам, обидчикам, то и Господь прощает нам нас. Но если мы не простим наших обидчиков, то и Небесный Отец тоже не простит нам наши прегрешения. Мы не получим ответов на наши молитвы. Дух непрощения приходит от непрощения. Это означает, что оттверждение других людей, злость, ненависть. Все эти проблемы не дадут получить ответов на наши молитвы. Ты спроси себя, ты молишься за ненавистью в сердце. Если ты хранишь эту ненависть, плохие мысли в своем сердце, ты не получишь ответов. Иногда мужчина, женщина, жена и муж не разговаривают. Обижают друг друга. Это все, все эти проблемы, это приводит к проблемам наших молитв. Господь, великий Господь. Его великое желание – это благословить тебя. И Господь ему говорит, спрашивай, ты получишь, и твоя радость будет полной. Я хочу вам сказать, сколько мы будем жить на этой планете. Люди будут тебя обижать, делать вещи, которые тебе не нравятся, вещи, которые ты будешь ненавидеть. Но, знаешь что, ты и я, мы живем этим непрощением в нашем сердце. Это кусает нас, это нас разрушает изнутри. И ты не получишь радости. И если ты не получишь радости, ты не сможешь быть с Богом. И это приводит к ошибкам, к ошибкам в молитве. Ты должен прощать. Потому что, если ты не прощаешь, как Господь сможет простить тебя? Иисус сказал, однажды человек сказал, спросил у Иисуса, «Господь, если меня обидел человек, сколько раз я должен простить его?» И был ответ, «Ты должен простить его не семь раз, а семь раз... Семьдесят раз по семь. Семьдесят раз по семь. Это то, что он нам сказал. Почему? Потому что нам нужно это, чтобы простить, чтобы прощать. Непрощение — это очень важно. Сегодня я говорю вам. Сын, дочь, я хочу, чтобы вы не страдали больше от ошибок в молитвах. Прощайте всех, кто делает что-то против вас, кто обижает вас. Делайте то, что Господь говорит вам. Отпустите эти проблемы, эти обиды. Дайте им уйти. Человек по имени Стефан, которого закидали камнями до смерти. Посмотрите, что он сказал. Будучи при боли, воспитывая боль, вот что он сказал. В Деяниях 7, 59, 60, Стефана, которого забили камнями, он сказал, он замолился к Господу и сказал, «Господи Боже, забери мою душу». И он упал на колени и плакал громким голосом, «Господь, пожалуйста, не обвиняй их в этих грехах». И после того, как он это сказал, он упал и заснул. Вот это великое прощение. Я хочу, чтобы вы это поняли. Помните, что люди будут вас обижать всегда. Но знаете что? Мы должны прощать. Мы должны прощать. Мы должны прощать от сердца. Есть разные слова. Прощать и забыть. Но это разные вещи. У нас нет выбора. Нам нужно прощать. На самом деле непрощение Библия называет убийством. Я вам говорю, непрощение Библия называет убийством. Если я скажу вам, что ты убийца, ты скажешь, конечно, нет, я не убийца. Посмотрите, что говорит Библия. Первое от Иоанна 3, 14-15. Здесь говорится, «Мы знаем, что мы пришли от смерти к жизни, потому что мы любим братьев своих. А тот, кто не любит брата, пребывает в смерти. Тот, кто ненавидит брат-убийца, ибо кто не убийца имеет вечную жизнь, пребывающую в нем». Поможете себе только представить, что ненависть, которая у нас в сердце из-за нашего непрощения – это убийство. Какое сильное выражение. Как это серьезно. Если спрашивают, ты убийца, конечно, ты ответишь, нет, конечно, я не убийца. Но Библия нам говорит, что непрощение – это убийство в отношении брата или сестры, которого мы не прощаем. Поэтому я хочу сегодня, чтобы мы помолились с вами, Господь, помоги мне против непрощения. И посмотрите, кто-нибудь обязательно захочет обидеть вас снова. И у вас есть выбор, простить его, этого человека, или нет. У вас есть выбор. У вас есть выбор, простить или нет. У вас есть выбор. У вас есть выбор. Я вам говорю, у вас есть выбор. От Матфея, часть 18, как я вам сказал, кто-то спросил Иисуса Христа. Это Питер. Матфея 18, 21-22. Питер пришел к нему и сказал, Господь, как часто, как только мой брат совершает грех против меня, я должен простить его семь раз. А Иисус сказал ему, нет, я не говорю тебе этого, ты должен сделать это 70 раз по 7. Вау. Давайте еще раз посмотрим, что такое 77. 70 раз 7 означает 490. 490. Это 490. То есть, Господь говорит, что если твой брат обидел тебя 490 раз, ты можешь остановиться в прощении. Вау, это таблетка, которую нужно проглотить. 490 раз меня могут обидеть, я должен прощать, чтобы не иметь проблем в моей душе. То есть, ты даешь своему брату, своей сестре, всем всем вокруг кредитную карту прощения каждый день. Почему? Потому что непрощение это ошибка, ошибка молитв. И это, потому что непрощение это ненависть, это очень плохо от дьявола. И после этого мы получим 100% ответов на наши молитвы. Никаких больше ошибок в молитве, потому что непрощение это как рак, как рак, который проникает внутрь нашей системы. Ты должен это отпустить. Мы можем помолиться вместе. Давайте скажем, Господи, я получил милость, чтобы простить всех, кто обидел меня. Я получил любовь Твою в своем сердце, чтобы снова полюбить, чтобы любить снова. Господь, для меня очень сложно простить кого-то, но, Господь, я хочу, чтобы мои молитвы имели 100% ответов. Я не хочу больше совершать ошибок. Пожалуйста, Господь, прости меня. Помоги мне отпустить во имя Иисуса Христа. Спасибо, Господь. Это то, что ты должен сделать. Пожалуйста, кому-нибудь напиши сообщение. Скажи, что ты любишь его, что я прощаю его. Это то, что Господь ожидает от тебя. Во славу Господа. Последнее, что я хочу вам сказать сегодня. Еще одна вещь, которая приводит к ошибкам в молитвах, я называю самоволие. Самоволие – это большая ошибка в наших молитвах. Самоволие – это не эгоизм, это не эгоизм, но я согласен с этим. Но самоволие против Господа означает ошибки, потому что ты бунтуешь против Господа, восстаешь против Него. Господь благословит вас во имя Иисуса Христа. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok